ЧИТАЙТЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ КНИГИ К 1915 году Фёдор Сологуб подобрал неопродержимые доводы жизненной значимости литературных героев. Они могут быть более реальны в сознании поколений, чем даже те, кто породил их своим словом, чем сами авторы. Неизвестное познаётся из сравнения с известным. И кто же станет спорить против того, что мы гораздо лучше знаем Гамлета или Фольстапа, чем любого из наших знакомых. Тёмная душа тех, кого мы встречаем на улицах или в гостиных, о ком говорим, чужая душа потёмки, она освещается для нас светом нетленных образов искусства. Вот они-то и есть наши истинные знакомые и друзья. Все эти люди, вышедшие из творческой фантазии. Они только и живут на земле, а вовсе не мы. Они-то и есть настоящие, подлинные люди, истинное, не умирающее население нашей планеты, прирождённые властелины наших дум, могущественные строители наших душ. Хозяева нашей земли. Слова их вплелись в ткань нашей речи, мысли их овладели нашим мозгом, чувства их воцарились в нашей душе. Они заставили нас перенимать их привычки и жесты, их костюмы и быт, цели их стали нашими целями, и суждения их, господ наших, владычествуют над поступками нашими. Мы перед ними только бледные тени, как видение кинематографа. Мы повторяем во многих экземплярах снимков чьи-то подлинные образы, совершенно так, как на множестве экранов мелькают образы многих женщин, раз навсегда наигранные некою Астаю Нильсен, знаменитою в своём мире. И мы не живём, а только делаем что-то, бедные рабы своей тёмной судьбы. И если мы сами создали это племя, господствующих над нами образов, то всё же несомненно, что в этом случае творение стало выше Творца. И какое нам дело до самого Шекспира, и до того, кто он – Бекон или Рутленд, или так Шекспир и есть, что нам до этого, если душою нашою играет капризный очарователь Гамлет, и играет, и строит из неё то, что хочет. Фёдор Сологук – Искусство наших дней. Желающие усомниться в аргументации Фёдора Кузьмича могут расспросить друзей и знакомых, что им известно об Арту Рикона Дойле или об Астрид Лингрен, кроме того, что один жил в Англии, а другая – в Стокгольме. Зато о приключениях Шерлока Холмса или о Карлсоне, который живёт на крыше, рассказов будет превеликое множество. Герои обросли легендами и анекдотами, живут своей выдуманной жизнью и, похоже, не очень-то нуждаются в изначальных творцах. То же самое с киногероями и сетевыми персонажами. Взять хотя бы штандарт инфюрора Штирлица или Масяню. Герои и персонажи подобны вывескам, выполняющим свою функцию и существующим без участия однажды захваченных ими мастеров света и тени. Вывескам Читайте железные книги. Под флейту золоченные буквы полезут копчёные сиги и золотокудрые брюквы. А если веселостью пёсьей закружат созвездия маги, бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги. Когда же хмур и плачевин загасит фонарные знаки, влюбляйтесь под небом харчевин в фаянсовых чайниках маги. 1913 Фёдор Сологуб отмечал. Нам хочется иногда отмахнуться от этого владычества придуманных кем-то образов, избавиться от них во имя нашей жизни, нашей души, хочется сказать. Да ведь вне моей мысли нет Гамлета и нет Офелии. Дездемона оживает только тогда, когда я о ней читаю. И простодушно-ревнивый мавр так и не задушит её, если я не открою той страницы. Значит, я живу, а они фантомы. Эти фантомы улыбаются и отвечают спокойно. Живи, если хочешь, мы подождём, перед нами вечность. Живи без нас, если можешь. Но что будет с тобою, если мы уйдём от тебя? Как же ты проживёшь без Гамлета и без Дон Кихота, без Альдонсы и Дульцинеи? И что же ты, наша бедная, бледная тень? Что же ты будешь, когда отойдут от плоского экрана твоей жизни наши образы? Та великая энергия творчества, которая в непостижимом акте созидания была вложена в художественный образ, только она и заражает читателя или зрителя. Слова обычной речи, сегодняшний быт, облики нынешних людей, всё это для поэта лишь материал, как для живописца, холст и краски, сила не в них, а в той художественной энергии, которая заставила этот костный материал служить творческому замслу. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Творческая энергия напором своим возносила Владимира Маяковского до ангельских круч и затем неимоверное низвергало на землю. Она непременно требовала восполнения в личностном росте и физическом миллионе миллионов маленьких грязных любят. Его настойчивая «Мария, дай! Открой! Пусти!» — это в буквальном смысле обратная сторона титанизма его творческого становления. Высоко. Глубже ввысь зашёл, за этажом этаж. Завесилась. Смотрю – зашёл, всё тоже, спальня – этаж. Сквозь тысячи лет прошла июна. Лежишь, волоса луною высиня. Минута и то, что было – луна. Его оказалась голая лысина. Нашёл. Теперь пускай поспят. Рука. Кинжала жалости с ним. Крадусь, приглядываюсь и опять. Люблю и вспять. Иду в любви и в жалости. Доброе утро. Зажглось электричество. Глаз два выкота. Кто вы? Я – Николаев, инженер. Это моя квартира. А вы кто? Чего пристаёте к моей жене? Чужая комната. Утро дрогло. Трясясь уголками губ, чужая женщина, раздетая до головы. Владимир Маяковский – Человек. Лирический герой Маяковского – одно целое с автором. Он шагает из одной поэмы в другую, бежит, страдает, дурачится в стихотворениях, стреляется и воскресает. Он – это метафизическое путешествие, совершаемое Маяковским, его способ выхода из замкнутой субъективности через преодоление или умершвление себя, Бога, мира, с целью последующего воскрешения и обновления. Прохождение поэта по строчечному фронту, как реализация личности в человеке, есть постоянное трансцендирование, путь, на котором, если не разбрызгав душу, сумел донести, то случаются экзистенциальные встречи с Богом, другим человеком, личностным преображением мира. Это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений с другой личностью, общений освобождаевого с освобождённым, когда глашатой грядущих правд обретает единственный человечий средь воя, средь визга голос. Личность, полагал Николай Бердяев, способна вполне реализовать себя только на этом пути. Себе, любимому, посвящает эти строки автор. 4. Тяжёлый, как удар. Кесарева кесарю, богу богово, а такому, как я, тхнуться куда, где для меня уготовано логово. Если б был я маленький, как великий океан, на цыпочке б воле встал, приливом ласкался к луне бы. Где, любимую, найти мне такую, как и я, такая не уместилась бы в крохотное небо. 5. О, если б я нищ был, как миллиардер! Что деньги душе? Ненасытный вор в ней. На их желанье разнузданной орде не хватит золота всех Калифорний. Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка, душу к одной зажечь, стихами велеть и стлеть ей. И слова, и любовь моя, триумфальная арка, пышно, бесследно пройдут сквозь неё любовницы всех столетий. 6. О, если б был я тихий, как гром, ныл бы, дрожью объял бы земля дрыхлевший скит. 7. Я, если всей его мощью выреву голос огромный, кометы заломят горящие руки, бросятся вниз с тоски. Я бы глаз лучами грыз ночи. О, если б был я тусклый, как солнце! Очень не надо сияньем моим поить земли, отощавшая лонца. 8. Пройду любовь ещё мою волоча, в какой ночи бредовой, недужной, какими гляфами я зачат, такой большой и такой ненужный. 1916. Филистимленский великан Голиаф был убит из прощи подростком Давидом. С этого удачного выстрела началось победоносное шествие избранника Божьего Давида по страницам мировой истории. Нехитрое человеческое изобретение проща позволило малышу состязаться с гигантом и одолеть того на расстоянии. С библейских времён значительно усовершенствовались технические средства, оружие и орудия производства. С некоторых пор любого Голиафа они могут превратить в горстку звёздной пыли и развеять праг без остатка. Большевики предложили революционный способ совладать с набирающим ход техническим развитием, поставив его на службу всему человечеству путём обобществления средств производства, планирования и регламентированной по ГОСТу инновационной деятельности. О душе Голиафа забыли они. Считалось, что самые передовые производственные отношения определят научный и общекультурный прогресс общества. Не тут-то было. О любви забыли они. Любой революционный порыв вырождается, если исчезает любовь. Изначальное вдохновение любых перемен. Тоталитарный режим большевистской России был отчаянной попыткой справиться с техногенной реальностью новейшего времени. Попыткой не только отчаянной, но и обречённой. Как такой большой и такой ненужный Голиаф? Ибо рука, бросающая камень, не знала любви. Эльза Триале, младшая сестра Лили Брик, вспоминала. Я познакомилась с ним в доме подруги. Он показался мне громадным, непонятным и дерзким. Мне было всего лишь пятнадцать, и я не на шутку испугалась. Некоторое время спустя он появляется в доме моих родителей. Он продал своё первое стихотворение «Бунт объектов», которое я с тех пор не могу найти, если только он не поменял название. Дело в том, что он тратил деньги на то, чтобы приодеться. Он заставил свою мать, несчастную женщину, шить ему кофту лимонно-жёлтого цвета ниже пояса. Он носил её без ремня и с огромным чёрным галстуком. Высокая шляпа, элегантное пальто и трость завершали наряд. Его сфотографировали в этом наряде. У меня всё ещё хранится открытка с надписью «Футурист Владимир Маяковский». Одетый таким образом, он представился моим достаточно милым, но очень буржуазным родителем. Я плохо помню подробности его первого визита, кроме того, что служанка очень насторожилась. Мне не было ещё и шестнадцати, но мне хватило хладнокровия доказать своим родителям, что я и представить себе не могла, что Маяковский может оказаться нежеланным гостем в нашем доме. Он стал приходить почти ежедневно, обезоруживающий, вежливый с матерью, говорящий с отцом только по необходимости, и все перестали обращать внимание на жёлтую кофту. Мои родители устало смирились, и Маяковский был более или менее принят в наш дом. У нас он писал свои картины, его средства для существования того времени. И оставался на ужин. Когда меня не было дома, он оставлял свою визитку размером с обложку книги, на которой жёлтым по белому во всю ширину и высоту было напечатано его имя. Моя мать неизменно возвращала ему эти визитки и неизменно говорила. – Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску. Эльза Триале, Маяковский, русский поэт. Любовь Девушка пугливо куталась в болото, Ширились зловещие лягушечьи матины, В рельсах колебался ржеватый кто-то, И укорно в гуклях проходили лакоматины. В облачные пары сквозь солнечный угар Врезалось бешенство ветряной мазурки, И вот я, озноенный июльский тротуар, А женщина поцелуи бросает окурки. Бросьте, города, глупые люди, Идите, голые, лить на солнцепёки Пьяные вина в меха груди. Дождь поцелуи в угле щёки. 1913 Для преобразований космического масштаба И космической же нелепости Катастрофически не хватало обыкновенного Человеческого участия, любви. Пролетарский переворот в аграрной стране. Это было почти то же, что революция на Марсе, Где в лучшем случае найдены одни только бактерии. А ведь именно повсеместную, Разумную, интернациональную, Коммунистическую населённость миров Воспевал друг Буратино молодёжи, Вчера белогвардеец, А сегодня советский граф Алексей Толстой В своей аэлите. Позднее наиболее впечатляюще это сделал Иван Ефремов в «Туманности Андромеды» Фантасты. Им бы немножко необыкновенной земной любви. Такой, от которой мир сотрясается. И реальный, как в романе у Виктора Решетнёва, Где лирический герой и автор одно целое. Или, как это было у Владимира Маяковского. Чего уж и помечтать-то нельзя, Слышится бормотание любителей фэнтези. Отчего же, мечтать это очень даже хорошо, Если сумеете, не разбрызгав душу свою, До настоящего донести. Маяковский ухаживал за мной, Он был неразговорчив, Но постоянно что-то бормотал, Неожиданно выпаливал слова и звуки, Наверное перепроверяя свои сочинения. Меня не особо интересовали эти внутренние муки, Терзающие его на моих глазах, И я едва ли осознавала, что он поэт. Он часто просил меня поиграть на рояле, И начинал бесконечно ходить взад-вперед, За моей спиной жестикулируя. У нас был очень музыкальный дом. Стены, окна, мебель были насыщены, Пропитаны звуком. Моя мать, великолепная пианистка, Часто собирала квартеты, трио или два рояля, На которых играли в четыре или восемь рук. В такие моменты отец надевал шляпу и сюртук. Эти два рояля были чем-то вроде породистых, Знатных зверей посреди претенциозности Нашей мелкобуржуазной квартиры. Эльза Триоле, Майковский русский поэт. Скрипка и немножко нервно. Скрипка издергалась, упрашивая, И вдруг разревелась так по-детски, Что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал, не дослушал скрипкиной речи, Шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, Как выплакивалась скрипка, без слов, без такта, И только где-то глупая тарелка вылязгивала, Что это, как это. А когда геликон меднорожий, потный, Крикнул «Дура! Плакса! Вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, Сгибающиеся под ужасом пюпитры, Зачем-то крикнул «Боже!» Бросился на деревянную шею. «Знаете что, скрипка! Мы ужасно похожи! Я вот тоже ору, А доказать ничего не умею!» Музыканты смеются. «Влипка!» Пришел к деревянной невесте. «Голова!» «А мне наплевать! Я хороший!» «Знаете что, скрипка!» «Давайте!» «Будем жить вместе!» А? 1914 Было поздно, И мама спустилась в вечернем платье, Твердо опустила крышку рояля И сказала Маяковскому, Что ему пора идти домой спать. Отец давно спал. Ей пришлось вернуться несколько раз, Прежде чем Маяковский Начал медленно надевать пальто в прихожую. Он боялся швейцара, Которому придется встать из постели, Чтобы открыть ворота. Вылезти из его теплой и сладкой постели Посреди зимы, Распахнуть дверь на морозе, Столкнуться с леденящими потоками студенного воздуха, Примерзнуть рукой к заиндивелой железной ручке. Все эти факторы делали чаевые абсолютно обязательными. У Маяковского не было необходимых десяти или двадцати копеек. Я предложила ему эти копейки и видела, Как в нем происходит внутренняя борьба, Встретиться с гневом швейцара Или принять деньги у женщины. Он взял серебряную монетку, Бросил ее обратно на подзеркальник, Поднял ее, Положил обратно И в итоге оставил. На это нужна смелость. На следующий день он вернулся и сказал моей матери, Вчера я просто дождался, когда вы уснете, А затем взобрался по веревочной лестнице И вернулся через окно. Мама слабо улыбнулась, Поинтересовавшись. Разве вы не по обычной лестнице вернулись? Моя сестра Лиля возникла посреди всего этого. Она была замужем и жила в Петрограде. Однажды она спросила меня, Что происходит с Маяковским? Почему он постоянно в нашем доме И нравится ли он мне? Она сказала, что это очень расстраивает маму И доводит ее до слез. Что? Мама плачет? Почему я не знала? И когда он позвонил мне на следующий день, Я просто сказала ему, что не могу больше его видеть, Потому что наши встречи вызывают у мамы слезы. Эльза Триале. Маяковский русский поэт. Дешевая распродажа. Женщину ль опутываю в трогательный роман, Просто на прохожего гляжу ли? Каждый опасливо придерживает карман смешные. С нищих. Что с них жулить? Сколько лет пройдет, узнают пока, Кандидат на сажень городского морга, Я бесконечно больше богат, Чем любой пьерпонт-морган. Через столько-то, столько-то лет, Словом, не выживу. С голода сдохнуль, Стануль под пистолет. Меня, сегодняшнего рыжего, Профессора разучат до последних йод. Как? Когда? Дьяволин? Будет с кафетры лобастый идиот? Что-то молотая бога дьяволя? Склонится толпа лебезящая, суетно, Даже не узнает, я, не я. Облысевшую голову разрисует она Врага или в сиянье. Каждая курсиска, прежде чем лечь, Она не забудет над стихами моими замлеть. Я пессимист, знаю, Вечно будет курсиска жить на земле. Слушайте ж! Всё, чем владеет моя душа, А её богатство пойдите смерти ей, Великолепие, Что в вечность украсит мой шаг, И самое моё бессмертие, Которое, гробыхая по всем векам, Колено преклонённых соберёт мировые вечи. Всё это хотите? Сейчас отдам за одно только слово, Ласковые, человечки, люди, Пыля проспекты, топоча рожь, Идите со всего земного лона. Сегодня в Петрограде, На Надеждинской, не за грошь, Продаётся драгоценнейшая корона. За человечье слово, Не правда ли дёшево? Пойди попробуй, Как же найдёшь его? 1916-й Неистовая по выражению льва Кассиля Поэма «Облако в штанах» Вышла в сентябре 1915 года С посвящением «Тебе, Лиле» На титульном листе И издательским именем Лилиного мужа Осипа Максимовича Брика на обложке. С этого момента поэт Безвозвратно полюбил Лилю И за исключением поэмы Владимир Ильич Ленин Посвящал ей все свои произведения. А что же Лиля? Она была старше Владимира на пару лет, Но уже не первый год замужем, Рассказывают супруги Брик. Лиля Мы знали облако наизусть. Корректуры ждали, как свидание. Запрещённые места вписывали от руки. Я была влюблена в оранжевую обложку, в шрифт, в посвящение И переплела свой экземпляр У самого лучшего переплётчика В самый дорогой кожаный переплёт С золотым тиснением На ослепительно белой муаровой подкладке. Такого с Маяковским ещё не бывало. И он радовался безмерно. Осип Я лично вот уже четвёртый месяц Столько и делаю, что читаю эту книгу. Знаю его наизусть И считаю, что это одно Из гениальнейших произведений Всемирной литературы. Маяковский у нас днюет и ночует. Он оказался исключительно громадной личностью. Ещё, конечно, совершенно не сформировавшейся. Ему всего двадцать два года И хулиган он страшный. Лилечка Вместо письма Дым табачный воздух выел. Комната, голова в кручёнховском аде. Вспомни, за этим окном впервые Руки твои иступлённый гладил. Сегодня сидишь вот, сердце в железе, День ещё выгонишь, может быть, изругав, В мутной передней долго не влезет, Сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я, Дикий, обезумлюсь отчаяньем из сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, Дай простимся сейчас. Сделаем паузу в чтении слёзного поэтово письма. В ночь большевистского переворота Маяковский вроде как не проспал. Есть версия, что до утра играл в карты с горьким и бриками. Принимать или не принимать октябрь 1917-го, Таким вопросом поэт не задавался. Это была его революция. Пошёл в Смольный, работал, выполнял всё, что приходилось. Футуристы первые протянули руку и сказали, «Вот революция тебе наша рука». Всё равно, любовь моя, тяжкая гиря ведь Висит на тебе, куда не бежал об. Дай в последнем крике выревить Горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдёт, Разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, А у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, Царственный ляжет в опожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, А я и не знаю, где ты и с кем. 1918-й год. РСФСР не до искусства, а мне именно до него. Заходил в пролит культ, к Шесинской. Отчего не в партии, коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении соглашателей. Меня послали плавить рыбу в Астрахань. Владимир Майковский, я сам. С лета они живут втрою. И вместе так и утверждаются на большевистских позициях. Весной 1919-го Тройственный союз, вызывающий живое любопытство соседей по коммуналке и биографах, переезжает в Москву, где Владимир и Лиля занимаются агитацией в окнах роста, а большевик Осип Брик, хилое тело Христа, на дыбе вздыбливает в чрезвычайке. Анатолий Мариингов. Известно также и удостоверение сотрудника ВЧК, номер 15073, выданное 19 июля 1920 года на имя Лили Брик, урождённый Каган. Если б так поэта измучила, Он, любимую на деньги б и славу выменял, А мне ни один не радостен звон, Кроме звона твоего любимого имени. И впролёт не брошусь, и не выпью яда, И курок не смогу над виском нажать, Надо мною, кроме твоего взгляда, Ни властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя карнавал, Что душу, цветущую любовью, выжиг, И суетных дней взметённый карнавал Растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли Заставят остановиться, жадно дыша, Дай хоть последней нежностью Выстелить твой уходящий шаг. 26 мая 1916. Петроград Искусство и просвещение постепенно ставились Под контроль коммунистической партии И советского государства. С начала двадцатых годов Жизнь в гостеприимном доме супругов Брик Протекала при прямой поддержке Заместителя начальника секретного отдела ОГПУ Якова Агранова, а чуть позже Под непосредственным присмотром Агентов ВЧК Эльберта и Горожанина. С одним из них поэт работал над сценарием Фильма «Инженер Дарси». В прошлом, в 1918-м, остались съёмки в кино И постановка «Мистерии Буф» С Севолодом Мейерхольдом в декорациях Казимира Малевича. В 19-м – газета «Искусство коммуны» С пропагандой мировой революции И революции духа. В 20-м – тысячи три плакатов И тысячи шесть подписей в окнах роста. В дружественном кругу чекистов Владимир Маяковский и его лирический герой Исперчены до костей. Где он тот красивый, двадцати двухлетний? Вывеска его, железная книга, На которой жёлтым по белому имя Владимир Владимирович Маяковский Поблекла, хотя формально не утратила содержание, А только набрала вес. Сухо, очень сухо, заверяет Анатолий Борисович Марингов. До чего преувеличен Маяковский? Нелюбим, но из чиновничьего, Из рабского послушания преувеличен. Сталин распорядился самый лучший. Ну и пошла писать губерния. Попал Владимир Владимирович Пушкин И нашей эпохи. Баня стала Борисом Годуновым двадцатого века, Облако в штанах Евгения Монегина. Смех и слёзы. Анатолий Марингов. Это вам, потомки. Надоело. Не высидел дома. Анненский тютчев фет. Опять тоскою к людям ведомый, Иду в кинематографы, в трактиры, в кафе. За столиком. Сияние. Надежда сияет сердцу глупому. А если за неделю так изменился россиянин, Что щёки сожгу огнями губ ему? Осторожно поднимаю глаза, Роюсь в пиджачной куче. Назад. 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 Страх орёт из сердца. Мечется по лицу безнадёжен и скучен. Не слушаюсь. Вижу вправо немножко, Неведомое ни на суше, ни в пучинах вод, Старательно работает над телячьей ножкой Загадочнейшее существо. Глядишь и не знаешь, Ест или не ест он. Глядишь и не знаешь, Дышит или не дышит он. Два оршина безлицево-розоватого теста, Хоть бы метко была в уголочке вышита. Только колышутся спадающие на плечи Мягкие складки лоснящихся щёк. Сердце выступлений рвёт и мечет. Назад же. Чего ещё? Влево смотрю. Рот разину. Обернулся к первому. И стало иначе. Для увидевшего вторую образину, Первой, воскресшей Леонардо да Винчи. Нет людей. Понимаете? Крик тысячедневных мук. Душа не хочет немая идти, А сказать кому. Брошусь на землю. Камня корою в кровь в лицо и затру, Слезами асфальт омывая. И с томившимися по ласке губами Тысячу поцелуев покрою Умную морду трамвая. В дом уйду. Прилипну к обоям. Где роза есть нежнее и чайнее. Хочешь, тебе рябоя прочту, Простое, как мычанье. Для истории. Когда все расселятся в раю и в аду, Земля итогами подведена будет. Помните? В 1916 году Из Петрограда исчезли красивые люди. 1916. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...